приветствую с вами сирокес и сегодня поговорим о таком широко известным уже знакомым всем вирусе наслышались ctb locker это такая зараза которая шифрует ваш компьютер полностью уникальным ключом и все ваши файлы и становятся недоступны если ваш компьютер подходит такой вирус то первое что вы увидите при загрузке вот такую таблицу на которой очень подробным образом указаны реквизиты и данные советы как значит перечислить деньги как воспользоваться услугами этих ребят дружественных вашему компьютеру ну прежде чем все это делать мы значит предупреждение в котором красным цветом указано что ни в коем случае не пытайтесь изменить пытаться открыть и прочее 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 то есть предупреждают нас что ни в коем случае самостоятельно не пытаться вылечить этот компьютер и на следующей таблице конечно мы это все игнорируем нажимаем кнопку next и значит мы видим предупреждение что сейчас будет возможность отшифровать 5 файлов бесплатно что интересно я значит запустил эту фичу и вот она открутила 4 минуты и выдала мне случайным образом пять свободных файлов что интересно эти файлы действительно отшифровались но если мы видим по списку что расшифровалось то как видим там ерунда то есть если вам повезет и отшифруется бесплатно именно тот файл который вам больше всего нужен ну значит вам повезло скорее всего отшифруются какие-то непонятные там мусорные файлы которые меньше всего вам собственно и понадобится значит но однако производители этого вируса утверждают что ключ шифрования хранится на удаленном сервере что меня сильно смутило потому что компьютер этот зараженный был отключен от интернета соответственно не имел никакого доступа к удаленному серверу при этом он смог действительно сейчас мы посмотрим в этой папочке он отшифровал файл табель табель от xls он действительно отшифровал и этот файл стал доступным то есть вот мы его сейчас можем открыть и он даже откроется его действительно он покажет все остальные файлы баз данных excel все зашифровано встает такой вопрос если ключ хранится на удаленном сервере как же он без интернета смог расшифровать этот файл значит все таки шифровальщик стоит на этом компьютере и ключ тоже на этом компьютере собственно до следующий шаг когда мы убедились что нас набивают мы переходим на следующую страницу здесь мы видим такую замечательную цифру 460 евро это вот такую сумму требуют эти злоумышленники с нас чтобы мы послали через систему биткоин им денежки и вполне возможно что а хотя это скорее всего не маловероятно не вполне возможно вы не получите ключ а если даже что-то и получите то вряд ли ваши файлы отшифруются то есть на самом деле даже касперская лаборатория касперского признала что этот шифровальщик это какое-то новое поколение в системе шифрования ключ используется до 600 бит это очень серьезный серьезный ключ для шифрования поэтому раскодировать конечно это все можно но через несколько лет так скажем усердной работы то есть меня возник вопрос может быть получится второй раз пять файлов и таким образом можно несколько раз пытаться бесплатно по пять файлов однако когда вот он выдает опять табличку что можно пять файлов бесплатно расшифровать сейчас мы опять называем поиск кнопочку повторно и у меня была надежда что он шифрует опять пять файлов однако через пять минут ожидания вот он выдает нам таблицу в которой написано что вы уже воспользовались собственно услугой бесплатного расшифрования пяти файлов и все больше вам эта функция недоступна и опять наш возвращает на страничку на страничку где предлагает нам заплатить 480 евро стена вот такая страшная угроза если на этом больном компьютере открыть новый чистый документ word создать файл какой-то бордовский как видим он сохранится удачно и после того как он сохранился мы можем с ним работать действительно то есть все новые файлы почему-то не шифруются хотя это малое утешение все равно лучше компьютер конечно почистить переинсталлировать и все поставить заново на него вот видите открыл файл он опять не зашифрован то есть это новый файл на больном компьютере он работает открывается закрывается хотя нет гарантии что через какое-то время он может тоже зашифруется не проверял ну то есть это еще один повод подумать о хорошей защите вашего компьютера не открывать незнакомые письма с незнакомыми вложениями и тем самым каким-то образом себя уберечь от этой заразы а файлы кодируется таким образом что вы видите открываем word документы и он даже не понимает что этот документ предлагает выбрать кодировку ну то есть шансов никаких поэтому лучшее что можно посоветовать как говорит касперский это сделать бэкап и сделать и не просто а уже вчера поэтому с вами был сирокес удачных вам посиделок в компьютере пока удачных вам